Давайте о эволюции пропаганды, эволюции интерпретации, что происходит в Курской области. Три недели уже, да, все это длится. Скоро, мне кажется, уже и месяц будет. Как-то так будем праздновать первую какую-то такую отметку временную. Читаю политолога Маркова, ну такой, что ни на есть, кремлевский политолог. Пишет, все нормально, линия фронта стабилизирована. Ну да, есть какая-то инициатива, но все хорошо. Песков заявляет, что Путин постоянно на контроле держит, может ночью тоже ему принести доклад, если надо. Ну то есть, как бы к четвертой неделе решили, что надо переводить это в рабочий порядок, поменьше говорить. Если говорить, то решаем, все хорошо, деньги выделили, остальные в пути. Правильно? Да, Путин понимает, что у него нет других вариантов, по сути. Единственный источник лояльности в стране – это боязнь населения, что Путин накажет за нелояльность. И в этой ситуации послать сигнал, что у Путина что-то идет не по плану, что у Путина что-то не получается, что Путин, так сказать, отступает, его армия разбита. Но это очень плохой, так сказать, выбор для него. Он всячески старается этого избегать. Да, число людей, которые верят, что он держит ситуацию под контролем. Ну вот, все про то, что вы сейчас только что сказали. Число это сокращается, безусловно. Ну, то есть все большему числу очевидно, что оно не может быть этой частью плана. Вот. Но хотя бы какая-то вот минимальная остаточная лояльность остается. А если ты так все начнешь там во все колокола бить, то вместо поддержки ты получишь ненависть, да, открытую уже. То есть люди перестанут прятаться, таиться, да, и выставят все претензии. И те, кто еще даже вчера были лояльны, они перестанут таковыми быть. Они увидят, что Акела точно промахнулся. То есть если сейчас еще есть сомнения по этому поводу, ну, потому что война еще не завершена, да, еще непонятно, что там дальше будет. То есть пока еще доминирует ощущение, ну, надо посмотреть. Так сказать, видно, что начальник не афти как выглядит, да, но посмотрим, что там дальше будет. А если он сам начнет там в колоколе звонить, то все цитовая страна огромная. Вот. Ну, тут пиши пропало, что называется. Вот. Поэтому у него, строго говоря, другого варианта-то и нет. Поэтому он, значит, старается занять значимость происходящего, действительно ничего особенного. Вот. Проблема только в том, что эта стратегия единственная возможная, но она от этого не становится хорошей. Это очень плохая стратегия в том смысле, что одновременно Путин посылает обществу сигнал, что властям вообще плевать на ваши проблемы. Ну, то есть если вас враг захватит, завоюет, ну, вступайте в терроборону. Вот как они сейчас, что они делают в Курской области? Вместо того, чтобы снимать туда войска со всей страны, бросать быстрее, значит, включая Донбасс, спасать местное население. Они же сами рассказывали о такие ужасные украфашисты, как они угнетают людей, там мальчиков распинают и так далее. Вот. Они сейчас заложники собственного дискурса. Но если это такие мерзкие негодяи, так сказать, так что же вы тянете-то? Вообще, как вы это допустили? Вот. И получают подтверждение давний архетип. Российская власть равнодушна к нуждому населению. То, что, знаете, описывается старой шуткой, проблема индейцев шерифа не волнует. Но вот куряне убедились в том, что они такие сейчас индейцы, а шерифу, сидящему в Кремле, доплевать, в общем-то. Да, и поэтому логика вот этих Маркова и всех прочих кремлевских стратегов, вот, она очень обижает россиян, она их злит. Потому что, ну, с их точки зрения, это получается такое, чистой воды, как говорится, кидалово, понимаете? Ну, то есть, втянули в амонтюру, начали эту войну. Мы вас что, просили, что ли? Никто нас не спросил. Начали войну. А, да, как-то до горячего дошло, так сказать, да, до того, что реально надо воевать. Не просто флагом размахивать, да, реально воевать. Так тут же куда-то в кусты, и где вы все? И хваленые кадынировцы, и Вагнер нет, и эти, значит, все боеспособные части на Донбассе. На чертах нам, курянам, так сказать, ваш Донбасс сдался. Вы нас защищайте. Вот. А им в ответ, так вступайте в терророборону. Да, и опозорят жителей Курской области. Вы, так сказать, что бежите тут, так сказать, вы там идите в партизанте, в леса, так сказать. Ну, обалдеть вообще, да? Ну, то есть, 25 лет мы, значит, снимали последнюю рубашку, отдавали ее путинским силовикам, которые жрали в три глотки. Ну, все же знают, что это самая коррумпированная каста. Вот. Кормили их, так сказать, надеясь, что, ну, да бог с ним, ладно, зато, по крайней мере, у нас сильные силовики, которые оберегут нас от врага. А тут получается, что они только жрать гораздо, а оберегать нас от врага так нет. И как только реально у нас появилась серьезная проблема, нас тут же бросили на произвол судьбы. Вот ведь как эта стратегия кремлевская выглядит глазами значительной части россиян. Поэтому доминирующее ощущение там сейчас, даже в лояльном сегменте, я не говорю даже про оппозицию, та-то вообще, так сказать, радостно потирает руки, видя, как, значит, неэффективно путинской армии. Ну, то есть мы там, так сказать, условно говоря, начали бояться, что они реально могут победить, да, что они вот наступают на Донбассе, что они все-таки вот сумели как-то мобилизоваться, собраться. Вот. И украинцы выдыхаются, значит, запад устав, и того и гляди, значит, победят путинцы. А тут все, значит, выяснилось, что это вообще все, ну, такая, в значительной степени фиктивная конструкция. Фикция. И оппозиционеры, конечно, рады. Облегченно, так сказать, выдохнули. Вот. А лоялисты, вот у них доминирующее сейчас чувство, это такое раздражение. И из серии, знаете, раз воевать не умеете, то не надо было начинать. Сидели бы дома, не позорились. А власти сейчас настолько рады тому, что это не конвертируется в активный протест, что они вот прям вот радостно, все эти крымлевские социологи и политологи там рассказывают, смотрите, население, ну, так, не очень интересуется происходящим в Курской области. Ну, они интересуются, потому что, вы посмотрите, какие группы населения не интересуются. Те, которые вчера интересовались и кричали «Крым наш», так сказать, на Берлин, на Вашингтон. Ну, то есть Ваша, Ваша аудитория, она вдруг перестала интересоваться тем, что Вы делаете. О чем это говорит? О тем, что она не удовлетворена происходящим. Ее не устраивает результат. Следующий этап вслед за утратой интереса к происходящему – возвращение этого интереса, но уже в невыгодной Вам интерпретации. Короткий промежуток, ну, какой-то промежуток деполитизации, на смену которой придет новая политизация, но уже с отрицательным для Вас знаком. Я, знаете, как у Бродского, как там в Сирии мой постум или где там, неужели до сих пор еще воюем? А в Ливии, по-моему, да. Как там в Ливии мой постум или где там, неужели до сих пор еще воюем? То есть спустя какое-то время, а мы что, еще воюем, еще не победили? Да вы что, ребята, обалдели, что ли? Тут мы так плохо живем-то. Вот. То есть это вообще такая абсолютно отрицательная динамика. Динамика в сторону протеста, в сторону недовольства. Да, сейчас пока еще люди, боясь репрессий, не рискуют открыто критиковать власть. Ну, основное большинство. У меня сейчас вот рискуют, а большинство пока не рискуют. Не рискуют критиковать власть, тем более не рискуют выходить на улицы. Но от лояльности они уже уехали. Аббас, сейчас мы поговорим про лояльность. И я просто вот перед этим хотел про еще один фактор с вами поговорить, насколько он будет влиять. Большая делегация украинская поехала как раз в эти дни в Вашингтон. Там и вице-премьер, и министр обороны, и глава офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост. Он рассказывает про этот визит. В том числе он встречался с Джейком Салливаном. А мы, знаете, в Украине есть такая шутка, что самый надежный элемент российской противовоздушной обороны это Салливан, который все время советует не давать Украине возможности для дальнобойного поражения российских целей. Ну и понятно, что там вот как раз наша делегация говорила об этих целях, об аэродромах и умеров, судя по заявлениям, тоже передал целый списочек, вот мы по вот этим хотим ударить. Вот, вот, собственно, кроме этого, понятно, что там лоббировал конкретно Ермак формулу мира, то есть он сказал, что уже есть договоренности о профильных таких подготовительных встречах. Ну, то есть активно работу ведут украинские дипломаты и офис президента. Ну вот, если, даже, давайте, когда мы получаем это разрешение, то наносятся удары вглубь России, да, то есть не там на 70 километров, и то, какой эффект это имеет, да, что разрешили хаймарсами бить, а условно говоря, вот этими ракетами там на 200, 300, 400 километров. И тогда уже кинетические последствия войны чувствуют на себе не только Куряне, не только Белгород, да, но довольно серьезное количество областей российских. Вот это расширение, да, расширение свидетелей войны, вот насколько оно может ускорить или усилить вот то, о чем вы сказали, уменьшение лояльности? Или это не так важно? Нет, конечно, это важно, это очень важно. То есть главное вот средство обеспечения лояльности для властей со стороны основных групп населения сейчас это, значит, установка, которая в головах людей всплывает. Ну ладно, в конце концов меня это не касается. Мобилизации нет. Почему они мобилизацию-то, несмотря на то, что им катастрофически не хватает людей, но мобилизацию они так и не делают. Они понимают, что эта установка, меня это не касается, для очень многих в этот момент, так сказать, умрет. Вот, поэтому меня это не касается, мобилизации нет, от линии фронта мы далеко, в нас не стреляют. Вот, и это позволяет людям еще сохранять вот эту политичность, которую сейчас Кремль культивирует. Вот, будучи не в состоянии культивировать лояльность, он культивирует аполитичность. Вот, и если удары посыплются вглубь, то, конечно, у значительных групп населения это основание оставаться аполитичными исчезнет. Вот, эффект будет такой в два этапа. Первый этап будет, ну, такое возмущение, да, Кремль там, значит, опять начнет кричать, вот, смотрите, мы бьем исключительно по военным объектам, ха-ха, три раза, как говорится. Вот, а они, вон, бьют принципиально по гражданскому населению, значит. Ну, то есть будет краткосрочная вспышка такая. Не то чтобы сплочение вокруг властей, вокруг слабых властей, не способных обеспечивать, значит, защиту населения, народ не сплачивается, он сплачивается вокруг сильной власти, побеждающей, самое главное. Вот, вокруг власти, которая проигрывает, народ не сплотится, но будет всплеск возмущения действиями ВСУ. Но это будет краткосрочная штука, а на смену ей придет вот это, значит, чувство бессилия, чувство апатии, чувство, что все это надо заканчивать, уже не то, что там Донбасс к черту не нужен, так и Крым, да и черт с ним нехай забирают, так сказать. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Тут же все вспомнят, что отродясь сами, они никогда в этом корму не бывали, поэтому в чем ни с того, что там Крым есть, Крым наш там, да. Значит, ведь, ну, в реальности-то в Крыму, я смотрел в прошлом году, помню, статистику по туризму, ну, несколько миллионов человек приезжают, ну, то есть подавляющее большинство россиян никогда там не были и не собираются туда, понимаете. Вот, хотя пропаганда их пару лет назад призывала, значит, помню, Третьяков там, это, значит, кримировский старец там кричал, что каждый русский патриот, должен отдыхать в Крыму, там, проводить отпуск в Крыму, ну, это вообще, конечно, издевательство просто над людьми, ну, то есть ты имеешь понятие вообще, на какие зарплаты живут люди. Они же там вообще, вот сейчас Путин в этой связи вспомнился, значит, когда проводил совещание по спорту, он же любит, знаете, посылать сигнал, что все нормально, принципиально занимаясь чем-то другим. Да, вот сейчас полетел там в Баку, например, армяно-азербайджанский конфликт урегулировать. Принимал Махмуда Аббаса, значит, занимался проблемой защиты прав палестинцев. Ну, то есть, понятно, да, он пытается послать сигнал, что все идет по плану. В Монголию сейчас поедет, да, 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 президент живет по графику, но я снова возвращаюсь к тому, что я чуть выше говорил, а что в этот момент чувствуют вот эти русские патриоты, брошенные в Курскую область, так сказать, понимаете? Ну, и все, кто интересуется вообще политикой, те, кто следят за происходящим. В общем, вот он, проводя совещание по спорту, в какой-то момент так недоуменно развел руками, говорит, я вообще не понимаю, почему люди не устанавливают на лестничных площадках своих домов теннисные столы, ну, столы для настольного тенниса, это же очень хороший вид спорта, пусть играют, так сказать. У всей страны такой вопрос, парень, ты вообще, ты давно видел-то, в каких домах твоих граждане живут. Значит, вот сейчас вот произойдет вот такой всплеск, ну, после того, как украинцы начнут бить вглубь, произойдет кратковременный всплеск возмущения и негатива по отношению к ВСУ, а потом он сменится вот этим растущим запросом на место, что все, давайте уже заканчивайте сколько можно, идите к черту со своим Крымом, со своим Донбассом, да, вот нам хотя бы вот свое сохранить уже, да, не до жиру быть бы живым, как говорится. Как-то так. А вот эти, я вот называю, это кристаллизации такие, знаете, недовольства, они ведь, вот в Советском Союзе мы помним, это анекдоты, это какие-то песенки, частушки, вот что-то такое, то есть на будничном уровне. Вот это, насколько серьезный сигнал, где, например, там, не знаю, анекдот про Вовочку, только там старого и глупого, условно говоря. Вот насколько вот эта десакрализация путинской, да, что вот он такой всесильный, он такой всезнающий, у него есть план, он там Джеймс Бонд российского разлива, а на самом деле как бы и нет? Я не думаю, что это конвертируется в анекдоты. Это пример, пример. Какое-то количество анекдотов будет, но не так, понимаете? Про Брежнева рассказывали анекдоты, потому что Брежнев, он же не был злой, так сказать, ну, в глазах людей, да, он был, в принципе, такой добродушный, такой придурковатый, там, выживающий из ума, да. А Путин же злой, ну, он же реально злодей, и про злодеев анекдоты не рассказывают. Вот, поэтому это будет не форму анекдотов принимать, это будет принимать форму все большего вот зла, то есть ты в ответ на злодея, ты тоже злишься, ты не смеешься над ним, он тебя бесит, ты готов ему глотку перегрызть, да. Пока он силен, ты эти свои чувства в себе, так сказать, давишь, скрываешь, никому не демонстрируешь. Но потом происходит, вот в какой-то момент, когда что-то там случается, да, как у Николая 2 февраля 17-го года, или когда, или как там, значит, не знаю, у Каддафи там, у Саддама Хусейна, ну, у каждого из диктаторов своя история падения, там, у Килшевского своя, да. Ну, в какой-то момент люди понимают, что все, ты уже не страшный, да, Акела промахнулся, как говорится, вот, и тогда они просто тебя на куски рвут, да, яростно. Чем больше боялись до этого, тем более яростно будут тебя рвать на куски. Смотрите, вот история 89-го года, история демократизации Восточной Европы, она совершенно однозначно вот эти два паттерна обрисовала. Если власть не выглядит, как такая абсолютно страшная и злая, если она, ну, в принципе, вступает в диалог с недовольными каким-то образом, то когда эта власть рушится, ну, их просто отправляют на пенсию и все. Ну, там, конечно, никакого пиетета нет, но, тем не менее, значит, и никто там в тюрьму... Все живы, все живы. Тем более убивать не будут. Все живы за исключением одного человека Чаушевского. Это был единственный, кто был по-настоящему кровавый диктатор, кто отдал приказ армии стрелять в людей, протестующих людей на поражение. И он закончил, как известно, он был единственный из всех восточноевропейских диктаторов убит. Второй, кто на грани, Тодор Живков, он тоже был очень жесток. Не такой, как Чаушевску, конечно, но он активно пытался, там, фактор... То есть, во-первых, и репрессии, значит, активно пытался использовать, и этнический фактор, там, чистки устраивал против турок, турецкого меченства. Ну вот. И его на какое-то время там арестовывали, по-моему, правда, в тюрьму, по-моему, все-таки не посадили, а под домашним арестом держали. Или даже в КПЗ какое-то время продержали. Даже суд там вроде начинали. Потом, ну, потом бросили, значит, выпустили тоже, в конце концов. Ну, потому что там по-крупному все равно стрельбы не было там, да, в Болгарии. Ну, то есть, были какие-то попытки применять силовиков, но такие, спорадические и без особых последствий. А вот в Румынии дошло до настоящей стрельбы. Да, и поэтому... То есть, вот, судьба диктатора в этом смысле вот есть абсолютно такая линейная скономерность. Чем более жестоким ты являешься, тем больше люди тебя ненавидят, и, в конце концов, когда до тебя доберутся, ну, шею свернут. Ну, а вот то, что сейчас происходит, это массовые, вот действительно, вот можно уже говорить, массовые посадки топ-чиновников, бывших чиновников, представителей силовых ведомств армии, и, в принципе, обвинения коррупции, мошенничества, где-то вот в этом ключе, да, вот тот же Попов, да, которого отправили под стражу. Вот это только набирает обороты, и с чем вы связываетесь? С тем, чтобы никто даже не думал о каких-то кознях, что вот сейчас будем бить всех, чтобы никто, не было времени даже задуматься о каком-нибудь там, какой-нибудь франде? Или что происходит, помнишь? Не, там есть этот элемент, конечно, вот того, о чем вы говорите. Бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, то есть, если нельзя побить украинцев, лучше бы, конечно, это сделать, ну, раз не получается, ну, давай хотя бы своих, до кого ты дотянешься. Ну, вот. Ну, раз уж, дескать, принял решение, значит, в основе всего этого лежит вот такая логика. Раз уж принял решение поменять Шойгу на Белоусово, долгое время отказывался это делать, по уму, конечно, с самого начала надо было, ну, то есть было понятно, сразу после того, как план Киев за три дня провалился, ну, стало понятно, что военная машина, которую он выстроил, она в значительной степени фейкивая такая, неэффективная. И, в общем-то, уже тогда надо было по уму его менять. Но, во-первых, непонятно было на кого, во-вторых, значит, ну, было понятно, что если ты это сделаешь, то после этого, ну, тезис все идет по плану, да, он, ну, ты его ничем не докажешь. Потому что если ты воюющая армия меняешь министра, ну, это что угодно, но не все идет по плану. А он-то пытался показать, что все нормально. Вот, поэтому долгое время он этого не делал, но все-таки, раз уж, наконец-то, назрел, это делал, поменял, убрал плохого министра, который там все провалил, значит, ну, значит, ну, в этой ситуации нет никаких резонов оберегать вот его окружение, которое новый министр хочет пересажать. Чекисты хотят пересажать, Следственный комитет хочет их пересажать. То есть очень серьезные, влиятельные люди приходят к нему, говорят, там, Владимир Владимирович, смотри, вот тут нарыли, вот тут нарыли, ну, смотри, ну, совсем же свиньи, какие гады, да. И Путин просто, ну, пока вот он не принял решение убрать Шойгу, да, он всю эту силу сдерживал, нет, не трогайте, время еще не пришло. Копите свои папочки, складывайте, значит, когда-нибудь разрешу, может быть. А пока, значит, Шойгу, вот, министр, не трогайте его команду. Все, Шойгу больше не министр. Зачем сдерживать так? Они же папочки насобирали, как ты просил. Вот. Ну и заодно, так сказать, да, бояться будут еще. Вот то, о чем вы сказали, да. Поэтому единственный, кто не заинтересован в том, чтобы это происходило, это сам Шойгу, но он сбитый летчик. Не до конца сбитый, самого его вряд ли посадят. Тут в дело уже вступает следующий фактор. Вот стратегия Путина в отношении первых лиц, членов так называемого неформального путинского политбюро, на которых заведены вот огромные государственные ресурсы. Стратегия в отношении этих людей у него такая. Что бы они там ни сделали, что бы они ни накосячили, они как дети. Отец ребенку может там подзатыльник отвесить, так сказать, да, там накричать, но, ну, и семьи не выгонят, да. Да, значит, тем более там в тюрьму не посадят, не убьет. Вот. Поэтому они должны чувствовать, вот по замыслу Путина, они должны чувствовать, что вот Путин для них отец родной. Да. И чтобы у них все-таки не возникло мысли, что, а может быть, лучше от него избавиться. Не лучше. Вот точно не будет лучше для вас лично. Да, поэтому у него такая стратегия, значит, этих первых людей, что бы они ни натворили там. Ну, ты максимум можешь их уволить, ну, лучше какую-то синякуру дать. Он, как Медведеву там дали, какое-то пустое место, значит, в Совбезе. Вот. Значит, теперь Шайгуту даже. Ну, то есть сейчас Совбез, понятно, он станет снова, становится уже сейчас тем, чем он был на протяжении большей части своей истории. Он по-настоящему влиятельным, ведь был два раза. В начале 2000-х при Сергее Борисовиче Иванове, когда, значит, Волошин возглавил президентскую администрацию, Путин только стал президентом, и он посадил Иванова секретарем Совбеза. И тогда Совбез превратился в альтернативную администрацию. Я как раз там тогда работал, в администрации президента, я очень хорошо это помню. Этот Совбезовский коридор, вот. Это был центр такой угрозы, ну, вернее, это такое место было, откуда исходила угроза самой администрации, да. Это была прям параллельная администрация. Но потом Иванов ушел, значит, на должность министра обороны, и очень быстро. И все, и Совбез сдулся, и он стал пустышкой. И потом он при позднем Патрушеве, после 2000, первые несколько лет Патрушева он тоже был пустым. Потом Путин постепенно оттаял по отношению к Патрушеву, до этого он на него сильно осерчал, за это снялась пафта директора ЭКСБ и пересадил Совбез в пустой, бессмысленный. И тот в пустом, бессмысленном Совбезе несколько лет просидел. Все уже забыли про этого Патрушева, списали его в утиль, ни одной бумаги через него не проходило. Вот. Потом Путин оттаял, стал его, так сказать, принимать, привечать, вот. Стал с ним все больше и больше общаться, все больше и больше поручений стал ему давать. Вот. И Совбез снова накачал мускул и превратился в очень серьезную структуру. Вот. Но это, вот, я говорю, два исключения, Ивановского и вторая половина Патрушева. А большая часть своей истории, и в 90-е, и вот промежутки между Ивановым и Патрушевым, это была такая синякура. И сейчас вот та же самая история будет происходить, да. Поэтому вот таких людей, как Шойгу, Патрушев, ну, людей из первого эшелона, ты, в принципе, можешь наказать, уволить, слиять на должности, посадить вот на какое-нибудь бессмысленное кресло, да. Но не больше, да. Чтобы вот все Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, там, значит, и все прочие сейчас смотрели на Шойгу и понимали, что вот Путин все-таки, ну, держит вот обязательства по отношению вот к своим, да. Вот. Отец родной, так сказать, заботится о нашем брате. Вот. Это он таким образом не Шойгу для него важен в данном случае, да, а Шойгу как сигнал, которым он посылает остальным. Дескать, смотрите, ребята, ваше окружение я могу пересажать. Вот сейчас окружение Шойгу сажают. До этого окружение Медведева, после того, как Медведева сняли с поста премьер-министра, тоже его окружение там очень многих пощипали, многие сидят. и, значит, вот, типа, ребята, вот модель, она по-прежнему работает. Да, если вы накосячили, я ваше окружение накажу, но вы, конечно, сами, вы для меня дети, так сказать, так что не беспокойтесь. Чувствуйте себя спокойно, да. Ну, вот, напоследок, вот такая информация, что якобы в Кремле хотят в 25-м году провести большую амнистию к 80-летию победы во Второй мировой, и в том числе там будут, ну, не первые, скажем так, лица оппозиции, которые еще остались в тюрьмах, а, допустим, женщины, которых обвиняют по так называемой статье, там, фейки, дискредитации об армии, вот, может быть, они теоретически попадут тоже в эту большую амнистию. Вот насколько вероятным это считаете, и это как, вот такой вот хитромудрый план Кремля, чтобы как-то так сбавить градус, то есть, одной рукой репрессируем за лайк, другой рукой, вот, показываем, смотрите, какие мы, ну, человеколюбивы, да. Вот то, о чем вы говорите, это план, прям, вот, к гадалке не ходи, это план условного Ковальчука, Юрия Ковальчука, да, лидера группировки технократов. Он против массовых репрессий, он пытается снизить градус. Не потому, что он такой хороший, добрый, кстати, а люди работают с ним, нет, он просто понимает, что если Маквейк к репрессии раскрутится и дойдет до какого-то уровня, ну, так они своих начнут брать, да, ну, как я уже сказал, это, в принципе, возможно, да, окружение Медведя, окружение, значит, Шойгу, вот, поэтому, ну, они помнят, что репрессии 30-х годов, их главный урок заключался в том, что нет такой степени лояльности по отношению к начальству, которая гарантировала бы тебе, что тебя не тронут, вот, после того, как репрессии достигли определенного уровня, да, да, ты можешь портретами начальника, там, все стены, там, в своей квартире, включая туалет, увешать, значит, да, молиться, там, с утра до вечера, на эти портреты и флаги, да, к тебе потом придут и скажут, что-то ты подозрительно сильно притворяешься, по-моему, наверное, замысел что-то такое, да, думал, мы дурачки там не разгадаем, так сказать, твоих истинных намерений, а мы тебя выведем на чистую воду, вражина, вот, поэтому, поскольку силовой ресурс в значительной степени контролирует все-таки не он, у него есть доступ к этому ресурсу, в какой-то части, и безгодных, у него, ну, он им владеет, но, все-таки меньше, чем основные игроки, его конкуренты, там, Сечин какой-нибудь, и поэтому он, ну, в целом, вот, пытается постоянно снизить градус вот этого давления силового аппарата на общество, ну, и к тому же он понимает, что в целом, ну, это путь тупиковый, он убивает экономику, да, значит, а если экономика окончательно умрет, так ей трудно из-за санкций, да, а тут еще, если вот эти силовики, значит, раскрутившиеся, они первым делом же что делают, они начинают бизнес уничтожать, ну, вот тут, то есть они с 9 до 6, до 18 давят оппозицию, а потом с 18 до 9, они бизнесом занимаются, и для бизнеса, очень плохо в этой ситуации чувствуют, вот, ну, есть понимание, что если просто им дать свободу, так они, ну, экономику добьют, вот, и поэтому Ковальчук постоянно пытается, ну, и все технократы, а это, это большинство российских элитов, то есть значительная их часть, подавляющее большинство, я бы сказал, вот, они, конечно, это их план, да, вот, снижать градус, так сказать, противостояния, а я сыр бы наоборот, поэтому и вот в том числе, и по всем вопросам у них вот есть противостояние, и по тому вопросу об амнистии, о котором вы сказали, тоже будет такое же противостояние, то есть Ковальчук и Кориенко там, значит, и прочее там, Собянин там, не знаю, Мантуров там, Мишустин, будут убеждать Путина, что это очень хорошая идея, там, сомнистая, вот, а будут приходить чекисты, и будут доказывать, что нет, идея плохая, что все сразу поймут, что, значит, ааа, типа, можно, оказывается, выступать против режима, и ничего, нормально, вот, и все, и все тут же бросится выступать, Владимир Владимирович, так сказать, эти же гады только силы понимают, надо, чтобы давить их, а вы, так сказать, добрый вы, Владимир Владимирович, нельзя таким добрым быть, так сказать, вот, как-то так.